Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Собственно, на этой пятидневке последняя наша встреча. Еще у нас несколько отчетов, которые мы отыграем, безусловно. Прежде всего, речь идет о данных по промышленному производству Англии. И мы видим то, что фонд сейчас активно реагирует на каждый макроэкономический отчет. Потому что каждый релиз, тем более такой значимый, как, к примеру, сегодня динамика промышленного производства, это отчет, который может повлиять на риторику регулятора и, собственно, решение по будущим процентным отставкам. Для нас и для прочих трейдеров, которые спекулируют пунктом, понять и четко представлять, какие решения будут озвучены далее в перспективе уже 2018 года, это, по сути, равносильно получению ответа, что будет с пунктом в перспективе, опять же, старта, вот в преддверии 2018 года, под закрытие, собственно, 2017 года. И где мы все-таки будем наблюдать в самое ближайшее время фунт против доллара. Я надеюсь, друзья, то, что нам еще удастся реализовать потенциалы роста этого актива, потому что до сих пор мы так и не смогли увидеть, собственно, отражение бычьей динамики по фунту постфактум же решение, которое было принято по процентным отставкам. Я еще раз напоминаю то, что это самый настоящий нонсенс и парадокс. Этот нонсенс связан с тем, что решение по отставке было в сторону ужесточения, ставку подняли, и при этом мы не увидели того самого предсказуемого ослабления фунта, на который настраивались. Безусловно, также следим и за всеми прочими финансовыми инструментами. Сейчас одна из самых интересных идей для рынка – это перспектива реализации налоговой реформы в США. Вчерашний, собственно, тренд, нисходящий по доллару, который сложился, он был связан с новыми сообщениями. Мы о них, безусловно, сегодня поговорим, сообщениями по этой тематике. Но забегая вперед, хочу сказать то, что радует на текущий момент то, что доллар реагирует в большем порядке сейчас на то, что происходит касательно политической и экономической составляющей США. И сейчас, оправдывая поведение доллара, мы все-таки остаемся в рамках тех фундаментальных событий, которые влияют непосредственно на американскую экономику. И нам не приходится сюда примешивать геополитические риски, которые некоторое время назад были основной идеей. Это риски, опять же, эскалации напряженности в отношениях с Северной Кореей. То есть, пока мы остаемся в рамках предсказуемого фундамента, мы понимаем, что и доллар будет, скорее всего, также предсказуемо реагировать на то, что происходит. И по мере появления позитива любого формата, такое же мощное восстановительное движение должно последовать вдоль всего рынка по доллару в отношении, собственно, пары доллар-японская и иена. У нас цели, они, в принципе, не меняются. Я лишь каждый день актуализирую то, что происходит. И вы понимаете, что с учетом фундамента, но нет все-таки оснований, из-за которых доллар нужно продавать. Нефтянка – это тоже отдельная история. Вот давайте плавно перейдем к ней. Собственно, хай вчерашнего дня 64.13 – это, безусловно, котировки Brent. А сейчас мы видим уровни 63.64. В целом, говоря про то, что происходит на рынке нефти, это снова возвращение к локальным максимумам, которые являются также максимумом еще по совместительству за последние более чем два года. И если разбирать фундаментальную картину вчерашнего дня, то снова нам приходится делать акцент на события на Ближнем Востоке. Они, собственно, ролировали котировки в начале этой недели, когда появились сообщения еще даже с наследием с прошлых выходных об аресте членов королевской семьи. Мы тогда предположили, что не, скажем, здоровая тема. И попробовали развитие этот новостной фон и пришли к выводу о том, что речь идет о заговорах и потенциальном государственном перевороте. Вот сообщение о том, что король Саудовской Аравии собирается, скажем, отречься от занимаемой позиции, передать полномочия отречься в пользу наследного принца Бен Салмана, который, как вы помните, и был инициатором необходимости проведения допросов с пристрастием, ну или, по крайней мере, инициирования расследований по отделу коррупции. Ряда высокопоставленных чиновников, принцев, министров, которые, в принципе, политическую верхушку составляли. И, судя по всему, план сработал. Сейчас мы увидим определенные перестановки. Но это, конечно же, не окадровый формат. Это меняется власть. Как эта власть повлияет на политику ведущего производителя нефти, это большой вопрос. Но считается то, что принц Бен Салман – это тот человек, который радеет за идею необходимости продления действия. Соглашение по снижению добычи нефти до конца 2018 года тоже я на это делал акцент. Но, собственно, этот фундамент из Ближнего Востока и вновь разговор о нем – это не единственная причина роста котировок нефти. Считается то, что интерес к активу могли спровоцировать тоже новости из Саудовской Аравии, которые транслировались через канал Айраби о том, что из-за роста напряженности в Ливане были призывы о том, чтобы граждане Саудовской Аравии немедленно покинули территорию этого государства. Потом еще несколько союзных республик, которые находились, в принципе, по территориальным моментам рядом, тоже обозначили такую позицию через средства массовой информации. Ну, что-то затевается. Конечно же, любой конфликт, любой намек на вероятные боестолкновения, особенно на Ближнем Востоке, это тут же, конечно же, идея, связанная с тем, что под угрозой в каком-то формате могут оказаться нефтяные мощности, ресурсы, инфраструктура, и, соответственно, это отразится на сбоях поставок на международный рынок. Ну, я все-таки полагаю, друзья, что рынок несколько увлекся игрой именно в геополитику касательно Ближнего Востока. И если уж совсем быть реалистом, то отнюдь вот это ралли, которое состоялось, достойно, опять же, того фундамента, о котором мы, собственно, говорим. При этом те факторы, которые действительно будут влиять на ситуацию в отношении спроса и предложения, тот новостной фонд, который тоже присутствовал на этой неделе, он пока остается недооценен. Но я думаю, что картина должна измениться в ближайшие дни. Напоминаю то, что отчет, который вышел от Администрации энергетической информации в среду, это классика статистика по запасам нефти, бензинов, дистиллятов, ну, еще и это показатели добычи нефти. В соответствии с тем релизом, который мы с вами увидели, мы говорим уже о максимальной планке по производству. В 9.62 это максимум с 2015 года. И даже несмотря на то, что количество терминалов сократилось за прошлую неделю, кстати, сегодня у нас пятница, а значит и очередной отчет от нефти сервисной компании, Бейкер Хьюз, все по расписанию в 20.00 по московскому времени, сегодня мы ждем эти цифры. Сразу же можно будет сделать вывод о том, что если количество терминалов увеличится по сравнению с прошлым значением, сейчас 729 единица, это будет таким же мощным катализатором для движения цен на нефть, как, собственно, и статистика недели ранее. И еще одно подтверждение того, что США оставляют за собой потенциал еще большего роста нефтедобычи, я думаю, что позволит трейдерам вспомнить про опасения и риски, которые вообще имеют место быть за счет роста нефтедобычи, увеличения сверху предложения со стороны североамериканских производителей. Конечно же, это будет контрастировать с ожиданиями потенциального оправления соглашений, бить на то, что эта сделка, в принципе, тоже оставляет еще много вопросов по поводу ее эффективности. Поэтому наша задача, как и всегда, следить за новостным фоном. Сейчас этот новостной фон точно уж не только располагает к покупкам, я бы даже сказал, что будучи трейдерами, которые анализируют факты и цифры, сейчас больше, опять же, сигналов в пользу занятия коротких позиций. Но понимаю, что будучи настолько сейчас, опять же, взвинченным рынок, учитывая, что темы ближневосточного характера и толка, они еще обсуждаются. То есть это не то, что уже в истории. Трейдеры могут, кто-то еще, может быть, промерил с активностью, с большими капиталами, попробовать отыграться, опять же, прыгнув в уже уходящий состав вот этого ралли, который, уверен, уже вот-вот закончится. Считаю то, что рынок крайне перегрет, крайне перекупленный, и даже если будут предпосылки для развития дальнейшего роста, нужно, конечно же, сейчас показать коррекцию, как минимум, в район А60. Для тех, кто хочет рискнуть, друзья, вы праве выбирать сейчас позицию для себя, как это лучше, через длинные позиции сделать, либо все-таки занятие АСЛ. Я сторонник все-таки даже кокосочных продаж на текущем этапе. Ну и в целом, для того, чтобы увеличить уже совсем серьезно позицию на еще большую слабость, жду все-таки возвращения котировок в район А60. Рубль 59.31. Поскольку существенных изменений, собственно, за последний день не произошло, мы видим то, что рубль совсем рядышком с нашей с вами долгосрочной целью А60, и по мере коррекции цены на нефтьянку, я думаю, что этот уровень будет достигнут. Доллар и японская иена. Вот сразу давайте перейдем к этому, к этому активу, потому что новостной фонд, сложившийся по американской валюте, он сейчас является фоном и для торговли прочими финансовыми инструментами, потому что доллар реагирует, безусловно, на новые вводные, которые появились по поводу перспектив притворения в жизни, реализации налоговой реформы, обещанной Трампу. Мы буквально день назад говорили о слабости доллара, которая была связана с сообщениями в Washington Post о том, что среди однопартийцев Трампа, именно республиканцев в Сенате, в Палате представителей, назрел снова самый настоящий раскол в единстве мнений, и есть несостыковки относительно отдельных положений налоговой реформы. Эти несостыковки могут быть чреваты тем, что понадобится, потребуются дополнительные обсуждения и, соответственно, эти дополнительные обсуждения, время, которое отложит реализацию вот и принятие непосредственно не только санконом-проект, а, собственно, само уже непосредственно реформирование экономики по сокращению налогов для физических лиц и для корпоративного сектора. Конечно же, это тут же сказалось на и поведение индекса доллара, и на доходности американских отреживать. Но вот вчерашнее сообщение о том, что республиканцы в Сенате, комитета, собственно, Сената и, скажем, человеком, официальным представителем мнения по поводу реформы налогоплажений является Кесседи, видно, известный также финансист, считается то, что, ну, даже не считается, уже можно сказать, что республиканцы в Сенате против того, чтобы реформа претворялась в текущей редакции. И, по их мнению, собственно, это, то есть республиканцы в Сенате готовы будут пригласовать принятие этого проекта, но только в 2019 году. Это очень и очень не скоро, друзья, это явно такие сроки мы с вами не настраивались, аргументировали позицию тем, что эта налоговая реформа увеличит дефицит бюджета больше, чем на 300 миллиардов, если проецировать на более длительный период времени, к примеру, на ближайшие 10 лет, то дефицит может увеличиться до 1,7 триллионов долларов, при этом, исходя из прошлого законопроекта, который также был частью уже принятого бюджета на предстоящие годы, предполагалось то, что эта реформа может привести к росту дефицита на 1,5 триллиона. И сейчас вот мы видим явный уже выход за предельные границы и рамки, вот почему потребовались дополнительные вводные коррективы и снова очередной поиска знаменателя. Как бы то ни было, друзья, еще нам остается уповать на непосредственно саму позицию Трампа. Он все-таки обещал, что эта реформа будет реализована до дня благодарения, да, возникли какие-то трудности. Давайте послушаем еще и посмотрим последним, как пройдет голосование в Палате представителей. Собственно, это голосование назначено уже на следующую неделю, но республиканцы в Палате представителей, конечно же, будут уже занимать совершенно другую позицию и радеть за идею того, что реформа абсолютно готова к тому, чтобы быть реализована уже на текущем этапе. Поэтому вслед за негативом, который обрушился на рынок в последние дни, нас ожидает и позитивный фон, этот фон мы будем стараться отыгрывать уже на следующей неделе. По доллару японской иене при всем уважении к негативу, который сложился вчера в рамках торговой сессии, далеко особо мы не ушли. И текущие кассировки, это также в непосредственной близости от отметки в 113.50. Для закрепления выше, собственно, 114 нам нужна дополнительная поддержка. И этой дополнительной поддержкой могут выступить новости по поводу визита Трампа в Азию. Это потенциальное улучшение, опять же, новостного фона, который может развернуть и индекс доллара, и американский трежерис. То есть статистика, собственно, вчера заявки на пособие по безработице, снова сильный отсчет 239 тысяч, даже несмотря на то, что с прошлого релиза у нас прирост на 10 тысяч, но это все равно лучшая статистика и лучший сложившийся позитивный тренд за последние 44 года. А каждый раз, когда после этого мы с вами разбираем еще и статистику по Non-Farm Palace, мы лишь убеждаемся в том, что действительно данный сектор прогрессирует. Идея по поводу роста процентных ставок в какой-то мере трейдеры уже отыграли, дисконтировали в стоимости доллара. Думаю, что нет уже ни у кого сомнений, что в декабре ставку повысят. Но я думаю, что потенциал еще какого-то остаточного эффекта положительного для доллара сохраняется. И если вам нужен еще один аргумент, почему доллар стоит покупать, то вот вам, пожалуйста, ожидание потенциального ужесточения политики. Евро против доллара. Вчера воспользовалась, безусловно, европейская валюта поддержкой слабого доллара. При этом еще, говоря про фундамент, можно отметить и выделить прогноз Еврокомиссии по поводу перспектив экономического роста еврозоны ВУП в 2017 году. По их мнению, в составе 2,2% с прошлой оценки 1,7%. Но, учитывая последнее состояние ключевых секторов, что экономика Германии, что и в целом секторов еврозоны, я думаю, что эти ожидания обоснованы. Но, собственно, показатели ВУП – это не единственный фундаментальный отчет, который определяет вектор движения для евро. У нас есть причины более структурные, системные, и эти причины – политика Европейского центрального банка. Каких-либо новых годов сейчас нет. Мы работаем с принятым решением ЭЦБ сохранить мягкость экономической политики и не отказываться от идеи сверхнизких процентных ставок, которые останутся таковыми даже после сворачивания программы количественного смягчения. В то же время возросшие ралли в рамках вчерашней торговой сессии можно все-таки больше связать с тем, что происходит с долларом. Поэтому, как только у нас будут условия для роста американца, опять же, разбираем ситуацию долларом против иены выше 114, уверен, что и пара евро-доллар очень быстро окажется ниже отметки 1.16 с целью движения в район 1.15, который является нашим ориентиром. Американский фондовый рынок, безусловно, на новостях о том, что с реализации налоговой реформы возникнут трудности и перспективы ее введения могут быть отложены на год, тоже скорректировался. Мы увидели довольно серьезный обвал. Если бы удалось закрепить результат, опять же, на минимумах дня, минимум по S&P 2563, то тогда у нас вчерашняя торговая сессия по снижению была бы одной из самых существенных, больших за весь 2017 год. Но трейдеры, быки, все-таки перехватили инициативу у медведя под конец дня, и поэтому часть просадки была все-таки выкуплена. А сейчас американский фондовый рынок, в принципе, даже закрылся еще в ходе вчерашней торговой сессии на отметке 2584. Друзья, я еще раз акцентирую ваше внимание на то, что любой маломайский негатив, он может спровоцировать еще больше обвал цен основных бенчмарок американской фондовой секции в вчерашний день, еще один такой тревожный звоночек, который должен был обязательно придерживаться внимание тех, кто сейчас торгует через длинные позиции. Обезопасивайте ваши сделки короткими стопами, потому что если коррекция разразится в более, скажем, существенных масштабах, то американский фондовый рынок легко снова окажется ниже планки, имею в виду S&P, 2500 пунктов. И несмотря на позитивное ожидание того, что будут новости положительного характера по налоговой реформе, не нужно забывать и про альтернативный сценарий, который уже полон негатива. И этот негатив как раз и может стать причиной тех потерь для американского фондового рынка. Доллар-франк. Вчера мы снова по этому активу оказались ниже паритета. Причина – слабый доллар. Если возвращаться к тому, как отрегивается риторика Джордана, который ослабляет национальный банк Швейцарии, о том, что важно сохранять отрициальные процентные ставки и периодически проводить интервенции, вы можете посмотреть на динамику пары евро с весей. Сейчас котировки уже рядом с отметкой 1,16, то есть за азиатскую торговую сессию в пятницу рост несколько десятков пунктов, больше, по-моему, даже 30. Для пары евро с весей это очень много. Это еще один сигнал того, что трейдеры понимают, насколько важны заявления руководителя Национального банка Швейцарии и понимают то, что, скорее всего, евро с весей ниже уровня 1,15 не пустят. Поэтому, как я обозначал, торговая идея еще несколько месяцев назад это для долгосрочных инвесторов очень хорошая возможность вставать в долгосрочные, опять же, такие же ланги с целью закрепления пары выше отметки 1,17. Доллар канадец. Вчера получил поддержку канадской валюты от слабого доллара, собственно, как и прочие инструменты, но еще и от роста котировок нефти. Сейчас у нас USDCAD 1,2672. 50 пунктов удалось отыграть канадцу за минувшую торговую сессию. Но для канадца будущее больше, скажем так, нерадужное, потому что мы работаем с политикой и решением Банка Канады, понимаем то, что в соответствии с этим решением канадцу уже не стоит полагаться на возможности и ожидание повышения процентной ставки. Не то, чтобы даже до конца этого года, а может быть даже большую часть первого квартала. Поэтому, как только на рынке появятся две очень мощные силы, влияющие на канадцу, это сильный доллар и слабая нефть, USDCAD мы снова будем встречать в районе 1,30. Из важных событий сегодня в 12.30 промышленное производство. Функт остается волатильным активом. Напоминаю, что, кстати, по британцу давно я не видел такой неоднозначности поведения. Если вы следите за этим активом, то наверняка могли заметить то, что на протяжении вот уже всего ноября у нас противоречивая динамика. Функт легко можно сходить на 100 пунктов вверх, потом столько же и потерять. И эта динамика сохраняется, потому что рынок не знает, как торговать функтом дальше, потому что нету каких-то стоящих новостей по переговороческому процессу по бризиту, и нет дополнительной поддержки фундаментальной либо для медведя, либо для продавцов. Сегодня в 12.30 выйдут данные по промышленному производству. Этот отчет обязательно должен спровоцировать динамику. Ну, наверное, если растянуть на несколько часов, отчет уж точно больше, чем в полсотни пунктов. Поэтому, друзья, я советую сегодня к фунту присмотреться. Моя позиция – это по-прежнему покупать фунт, потому что я верю в какой-то позитив по Брэкзиту. Давно уже не было переговора, стартовали вчера. Возможно, этот позитив появится сегодня. И еще ожидаю остаточной реакции, отложенной реакции на рост процентных ставок. То есть жду фунта выше отметки 1.34 против доллара. И в 20.00 Бейкер Хьюз, количество нефтяных терминалов здесь уже будем знать после выхода отчета, где нам ловить нефтя. Но надеюсь, что количество терминалов выросло, особенно с учетом роста цен WCI, котировок нефти американского сорта за неделю. Это должно оказать было какое-то вдохновляющее воздействие на представителей этого бизнеса, которые оставались какое-то время еще в тени и чего-то еще ждут. Сейчас самое время действуется. Бизнес крайне рентабельный, высокоеффективный. Нужно продавать, наращивать добычу. Есть возможности по сбыту и глупыми сейчас не пользоваться. Поэтому у Бейкер Хьюз я жду сегодня прироста. И жду, что цены на нефть уже со следующей недели будут на стороне продавцов. И радовать нас, как тех трейдеров, которые рассматривают этот актив даже из каткосрочных позиций с точки зрения АСЭЛа. Друзья, на этом все. Хороших вам выходных. Увидимся, как и всегда, в понедельник в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через перескоп. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok